Наверное, именно так оно и есть. Вайпер. Вайпер для команды Dix. Ну и что же, вроде бы как... Вайпер пойдет у нас в мейнкерри, что он сперед, пойдет у нас на миддлэйн. Алтимик и Crystal Maiden будут саппорты для вайпера, которые будут бегать по всей карте. Возможно, Crystal Maiden просто будет у нас в лесах. Ну и на Hs Profit пойдет у нас в сложную линию. Ну и если там у него очень не получится, перейдет в леса. Да, понятное дело. Что же у команды Avicy Invoker пойдет у нас на миддлэйн. Урса мейнкерри. Мирана пойдет у нас в сложную линию. Rise Knight King, точнее, Rise King пойдет у нас в леса. Ну и саппорта не хватает ребятам. Ну и этот саппорт... Этот саппорт... Вот, наконец-то уже дропа в ноль. Уже вроде бы нормально все будет. Так, саппорт, саппорт, саппорт. Besarge есть. Есть также еще какой-то саппорт. Ну, Death Profit берут, ребята, из команды Avicy. Ну... Будет интересно. Будет очень интересно. Так, ну что же. Ну что же, ну что же, ну что же. Сторона Radiant. Команда Avicy, Россия. I играет у нас на Mirani. На Урсе у нас играет... House Follower. На Death Prophet у нас играет... Фил Си. На... В Райск Найте. В Кинге, точнее. В Райскинг. Что у меня? Найт постоянно. Грязь просто. Играет у нас... Цемент Скла. Боже мой. Или же... Что-то я напутил. Цемент Си. Слаб... Грязь. Ну и на Инвокере у нас играет... Русет. Как-то так. Сторона Дайвер. Команда... Что? Your delay. Please put item minus at least. Ага, ага, ага. Ну да ладно. Сторона Дайвер. Команда Dix. Чехия. Плюс Словакия. Павлик играет у нас... На Алхимике. На Шторм Спирити у нас играет... Садж Димон. Офак играет у нас на Crystal Maiden. Хрос играет на Профете. Ну и... Влада играет у нас на Вайпере. Так. Ну, вроде бы... Вроде бы что-то... Тут происходит у нас. Взрывается Алхимик. Именно так оно и есть. Так, оно и есть. Так. Что-то я не могу понять. Идет ли трансляция у нас. Так, все нормально. Все нормально. Поехали. Поехали смотреть. Battle Points. Какого-то Battle Points было. Да ладно. Ну что же. Алиси против Дикс. Начинаем смотреть. Как оно все будет у нас происходить. Ну, Инвокер пойдет у нас в Зилейн. Видимо, это сразу же. Райс Кинг пойдет у нас в Леса. Как я вижу. Да. По топорику и Стоншилд. Также базилочки имеются у Урсы. Это будет что ли... Вдвоем они стоят в Лесу. Очень интересно посмотреть за этим. Дэс Профит на Амиде Лейне. Ну и Мирана у нас в сложной линии. Видимо, это. Что же у команды Дикс? Стоншилд Спирит пошел у нас на Амиде Лейн. Профита, видимо, в легкой линии. Так, у нас тут Теченция получает Дэс Профит. В общем, даже неприятно ей. Там остается у нее 150 хп. Боже ж. Как же она сильно просела. Ну, там подбивать и Сальву, наверное. Быстрее всего так и будет. Ну и против Инвокера, видимо, стоит у нас Кристал Мейден. Вайпер. Ну и Алт Химик, который уже у нас взорвался на... Подготовке к игре. Ну, тут вообще грязь. То есть, это получается у нас Урса и Райс Кинг. Точнее, Райс Кинг. Давайте Скельтон Кинг просто его называть. Мне уже просто... Тысячу раз буду путаться просто. Пут как саппорт идти, ну... Достаточно интересно. И, кстати говоря, видим, как они фармят вдвоем. То есть, возможно, они получат какие-то там 3-4 левелы и, наверное, сами будут уже ходить и фармить. Если не будут гонгать до этого времени. Тоже такое у меня вопрос. Так. Что же у нас на Мейдл Лейне? Видимо, больше нет уже у нас. МП. Ну и скоро, совсем скоро будет у нее Боттл. Так, Шторм Спирид тоже Боттл через 100 голды. Ну и быстрее появится у Профетки. Ну и Профетка, мне кажется, будет этим пользоваться. Хотя, посмотрим. Посмотрим, как она все будет на самом деле. Тут у нас проблемы у Виндвокера. И Вонкер отправляется у нас в Таверну. ФБ. ФБ забирает у нас Майнкерри команды. Дикс, Вайпер. Ну и видим, 1200 уже на руках у него. Это достаточно много. Скажу я вам так, на такой 3-й минуте. Это... Есть в этом плюс. Ну, посмотрим. Посмотрим, как она будет. Ну, эти два друга стоят до сих пор в лесах. Ну, и очень интересно, до какого времени они так будут стоять здесь. Кристал Мейден подбирает у нас Инвиз. Ну и куда же она отправится? Отправляется она на Миддл Лейн. Ну и будет попыточка забрать у нас Death Prophet. Да, именно так оно и будет. Ну, видим. Смотрим, смотрим, смотрим. Да, дается колба. Ну и начинает нарезать ребята тут. Притяжечка от Стон Спирита. Ну и Теченция, Теченция. Ну и, да, отправляются у нас Таверна. 2-0 за команда Дикс. Что же у нас на топе? На топе у нас вообще все без проблем. Для Профета 4-й левел он имеет. Также 4-й левел у нас Мирана. Ну, как видим, немножко опережает Профет по Икс Пуличке. Все-таки опережает немножко. Таск. Квас Вексовский. У нас Инвокер. Увидим мы Торнадо. Колд Снэпы. Колд Фиты. Колд Снэпы. Как же правильно их можно. Колд Снэпы. Точно, точно, точно. Ну и там ЕМП всякие. Санстрайки мы не увидим на начале игры пока что. Ну и тут проблемы нет. Нет проблем никаких. Урса забирает вместе с Райс Кинг у нас Рошана. Урса подбирает Аэгис. Ну и начинается у нас веселуха. Ну и видим как Райс Кинг идет через Макшен Ястан. Тут же у нас Урса. Видим, раскачка идет на один у нас. Шейк. Как-то шейк. На. Эйс Шок. Для замедления на всякий случай. То есть такое. Чтобы было. Ну, Бурса находит у нас Хейст. Ну и будет что ли врыв какой-то или нет. Ну видим, тут Вар стоит. То есть видят все это ребята. На боттами. Поэтому. Сильно так не лезут вперед. Фармить как. Они делали до этого. Но все-таки, да. Отошел Бурса. Ну и ребята. Переходят к фарму. Так. Что у нас тут? Тут у нас вроде бы все нормально. Профет. Профет идет через телепорт почему-то. Не знаю, с чем это связано. Ну, достаточно тоже интересно. Они идут через машины каких-то там трендов. То есть нету такого. Чтобы там быстренько как-то запушить лайн. Как-то он идет через телепорт. Ну и достаточно интересно выглядит это. По этому фейзы. Ну и сейчас проблема начинается у Профета. Профет. Так. Орл промахнулась. У нас Мира налипается. Ну еще ультимейт залетел от Профета. Ну тут нормально все. Мира уходит. Без проблем. Что у нас на Миддлэйне? На Миддлэйне у нас тут... Ай-яй. Не попало у нас. Дэс Профит. С фармом. Ну и имеет ультимейт уже. Имеет ультимейт. Перетяжщика на низ. Тут убили у нас вайпера тем временем ребята. Из команды Ависи. Ну и еще установлено со 2-1. Первый фраг имеют... Россияне. Ну и это наверное благодаря... Нашим саппортам. Которые у нас стоят в лесу. Ну и на так оно и есть. Ну и дальше. Приходят в леса. Будут фармить леса. Вдвоем. Ну. Достаточно интересно. Интересная задумка. Ну посмотрим, что нас ждет через минут так... 15. Что будут ребята делать. Посмотрим. Так. Инвокер. Инвокер. Имеет всего лишь в своем запасе 3 крипа. Это достаточно мало. Это очень мало. Это ужасно. Можно так сказать. Третий с конца у нас по крипстату. Грязь. Просто грязь. Ну видим. Перетягиваются эти у нас 2 лесных саппорта. На топ линию. Тут же есть у нас Мирана. Ну тут просто выходит у нас... Прайс Кинг. Ару. Залетает хорошим. Нечит профита. Ну и начинает нарезать профита. Профит все-таки телеп... А нет. Смотрите. Еще станчик. Кинга. Ну и минус профит. Минус профит. Тут еще можно и алхимиком, наверное, забрать. Или же нет. Нет. Не пойдут ребята. Алхимик достаточно так. Аккуратненько играет здесь. Тоже у нас на ботами. Но до сих пор 3 крипа. Так. Ну. Торнадом откидывается. Ну и ходит отсюда у нас инвокер. Да. Да. Подядом, конечно же, больно проседает этот инвокер. Как видим. Что у нас на миддлэйне? Штурм спирт, видимо. 860 голды. Десс профетки. Больше. 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 Больше артефактов, можно так сказать. Так. Ну это связочка опять стоит у нас. Уже переходит на эншит крипов. Эггис все так же находится у урсича. Ну и дальше, наверное, идут лиса. Так. Шестой левел имеет у нас урса. И райский тоже имеет наш шестой левел. Поэтому все у них отлично. Еще арканы купил себе райский. Смокевич юзает у нас ребята. Ну и пойдут они на топ-линию. Ну, да-да, кстати, у нас счет каким-то образом. А, все правильно. Да-да. Да-да-да-да. Вайпер тем временем убивает один тавер. Прилетелся на нас профет. Ну и тут ребята ждут. Тут ребята ждут. Хотят выходить наверх. Но почему-то нету какого-то вижена. Тут у нас ожидается. Ну вот, появляется алхимик. Ну и сейчас пойдут. Пойдут, пойдут, пойдут. Каким образом? Каким образом они пойдут? Ну пока ждут. Пока ждут. Пока хотя бы алхимик куда-то сюда. Где-то выйдет. Или же наоборот. Куда-то так. А! А! Ну, простым способом решили. Через деревья вышли. Они пробовали деревья. Тут, да, без шанса просто для алхимика. 3-2 становится на счет. Уже умирает у нас инвокер. И еще становится у нас, опять же, равный 3-3. Так. Профит ультимейт. Ультимейт залетает под Баньше. Достаточно больно ей теперь. Ну и нужно отправляться на респаун. Да, именно так она и будет делать. Или же обуталдзе обузит. Нет. Идет на респаун. Вайпер! Мека через... Совсем скоро, наверное. Или же это летит уже Мека к нему. Да. Прилетела Мека. Ну и дальше идут ребята из команды Дикс. Все-таки на Т2 будут заходить. Для фортификации ребята уже потратили на Т1 Тауэр. Ну... Ну и не задефали. Т1. Сюда же прилетает у нас Райс Кинг. Ну и будут помогать Тейн Блокеру тут справляться. Так. Триггерой от команды Дикс у нас на Миддл Лейде. Ну и тут, понятное дело, будут забирать еще... Профет, да, прилетел. И Т1 Тауэр тоже будет у нас падать. Да, разбивает его ребята. Тут у нас Лардец. Лардец, который все видит. Уже не видит. Или же видит? Видит, видит, видит. Тут ребята. Что-то происходит у нас. Давайте включим лишний вижен. Нет. Уже ультимейт прошел, так что такое. Так, ну инвокер вообще не может подойти к репам. Вот сейчас только и тот не законтролил. 8 крипов у инвокера. Под ним только ЦМК. Это ужасно. Это просто ужасно. Что тут нужно сказать. Ну, как я понял, ставка идет на вот этих двух товарищей, которые каким-то образом должны затащить эту игру. Ну, еще и Мирана. Мирана, имеется Аквилка, почти Фейзы. Что же у Профета? Профета 2400, Фейзы и Базилка. Ну, все просто шикарно. Профета. Что тут нужно сказать. Четвертый телепорт, вторые пинки. Так, телепорт от Турсича на middle lane. Тут же у нас проблемы в банши. Так, прилетает сюда Урсич. Назад у нас СМ-м, минус СМ-м и назад уходит у нас Урсик. Как я понимаю, да. Так и есть. Что за меч такой интересный? Вот этого мистика. Ну, тогда все уже понятно. Все уже понятно. Так, разбивает тут вард. У нас товарищ. На. 50 голды заработал. Идет довольный отсюда. Вайпер переместился у нас на топ-лейн. Сюда же прилетел у нас Профет. Поставил он тут пиньков своих. Ну, и начинаются тут интересные дела. Миран залетел в ультимейт от Вайпера. Ну, Мирана проседает. Мирана-то умрет таким образом. Да, умирает, наверное, Мирана здесь. Хотя, хотя, хотя живет. Нет, все-таки умирает. Ну, и Вайпер зашел просто под Тауэр. И проблема начинается теперь у Вайпера. Выбили у нас уже. Профета, Вайпер. Вайпер погибает. Так, Алхимик. Провязал у нас ультимейт. Забрали, кстати, Тауэр. Как я понимаю, да. Что он спирит, забрал Тауэр Т1 на Миду Лейне. Ну, и нужно как-то уже выходить, наверное, ребятам. Тоже пушить Тауэр Айс, команда Авися. Потому что у них уже забрали целых два Тауэра. Ну, и это как-то, говорят, не очень. Как-то не очень. Ну, по графикам, понятное дело, сейчас будет лидировать. Команда Дайер, да, именно так и есть. По угол, где они лидируют. Но по экспертам лидируют ребята из команды Авися. Благодаря этим как раз саппортам, которые находились у нас в лесу. Что у нас тут? Тут у нас отводики делают. У нас кто делал отводики? Кто-то делал отводики. Непонятно, кто делал отводики. Шадоублейд появляется у Профета. До Рошана остается 30 секунд. Ну и будет ждать, наверное, Рошана, ребята. Алхимик имеет у нас медальку. Что у нас тут? Вайпер. Сделал отвод. ПТ, Мека, Базилочка. 500 голды. Сверху. Ну и троем находятся у нас на топе, ребята. Ну и не будут пушить разве? Я думаю, тут стоит запушить эту линию. Хотя бы забрать. Первый Тауа для ребят. Было бы очень даже неплохо. Что у нас тут? Мирана приобретает фейзы. Профет у нас улетает. Улетает. Опять пушить линию. Здесь у нас Death Prophet. Сейчас фарма. Да, отлично. Почти всех крипов забрало. Да. Следующий с фармой. Минус все крипов. Тут же был проезд на глифт-артификацию. Команды DX. Инвокер улетает отсюда. А тут с троем, наверное, должны справиться ребята с командой Авися. Что же у нас на Миддлэйне? Пока что ничего не происходит. Ну, а тут ребята забирают Рошана. Ребята забирают Рошана. Пола Рошана уже нету. Ну, и никаким способом сюда не зайдут ребята с командой Авися. Очень далеко они находятся. Ну, и все-таки Рошан достается ребятам из команды DX. По-моему, уже Владмерс летит, если я не ошибаюсь. Нет, не летит. Или летит. Да, Владмерс появляется у Росича. Именно так оно и есть. Что же мы вот этого товарища видим? Вот этого товарища видим 1200 на руках. Ну, и пока что... Не знаю, что он будет приобретать. Возможно, какой-то вангвард. На здоровье. Ну, там особо больше ничего и не надо. Так, Профет. Профет уже почти 1000. А тут же мы видим, поймали у нас Мирана. Мирана. Мирана не живет. Да. Ну. Очень плохо. Вот эти отдачи по одному. Это очень неприятно, как мы знаем. Но они происходят. Не происходят, ну и... Там может все печально случиться для какой-то команды. Такие отдачи по одному. Профета почти поймали ребята. Но в Shadow Blade и Teleport решают, как мы понимаем. Так, Профет. 1200 на руках было. Ну и... Купил он, видимо. Stuff of Fistal Drive. Ну и через... Что он будет идти? Через Некра... Через Некра, вроде бы. Или нет. Или да. Через Некра, я думаю. Пойдем через Fast Push, наверное. Именно так будет играть ребята. Ну, посмотрим, короче говоря. Посмотрим. Тут Тауэр падает. Тароу от Мираны. Пролетел. Мимо. Ну и пойдут ли дальше? Я думаю, должны идти дальше.